8,3 километра от Таганай. Привет, Таганай. Как дела? Отлично. Посмотри, какая снежная королевая. Ты посидела пока шла. Как ты, Костя? Я нормально. У тебя ноги по 2 метра, я не успеваю за тобой бежать. Роман, а как ты? Нормально. Сегодня даже без мата. Правильно. Разве? Подписчики жаловались, что ты матерился. И не видела, просто не имели сказать. С нами не было девушек, там был один мат. Рома сообщал нам о... В общем, мы сегодня на Таганай. Всем привет. Сколько мы прошли? Рома, сколько мы прошли? 8,3. 8,3. Осталось всего ничего. Вон наша замыкающая группа. Я только что видел. Осталось... Что, 18 километров вообще? Или 17? Замыкай-ка, мы тут! И нас едет. Вы хотите постоять или пойдем сразу? Да нет, пойдем! Привет всем, друзья! Народ! Это доктор Ник. В этом видео я покажу вам, как мы сходили на Таганай. В наш поход общей протяженностью 50 километров за 2 дня. Примерно такое расстояние у нас вышло. Сегодня у нас 7 января. Первый день. И мы сейчас уже прошли 13 километров. Мы находимся в местечке, которое называется приют Таганай. Вот там кто-то в палатке что-то скривет. Вот такая природа. Гор пока не видно, а она за лесом, все эти горы. Мы сейчас перекусим и двинемся дальше в путь. Это мой второй уже поход. Тоже безуглеводный. Чисто на жирах и белках. И вроде пока справляется. Итак, мы идем далее. И весь наш маршрут выглядит примерно вот таким образом. То есть эта тропа посреди леса. И эта тропа проложена между, как я понимаю, гор, которые мы сейчас не видим, к сожалению. Все это место называется парк. Мациональный парк Таганай. Очень популярное туристическое место. Ну и мы здесь сегодня тоже оказались. На данный момент мы прошли около 14 километров. И нам еще где-то километров 8 пройти. А потом еще, наверное, поднимемся повыше. Посмотрим, какие откроются оттуда виды. Самочувствие нормальное. Пульс в фрилах нормы. Темп рабочий. Только что перекусили салом. Салом конским. Сырым. Салом свиным. Яйцом и так далее. Продолжаем походик без углеводов. У всех настроение боевое. Вон наши замыкающие. Наши передовые. И я посередине набираю темп. Но никуда не тороплюсь. А вот мчится. Достояние цивилизации, которое сейчас испортит нам воздух. Ненавижу эти транспортные средства в таких местах. Лучше бы на лошадях гонялись. Я думаю, вы чувствуете вонь. Фух, ужас. И придется сейчас это нюхать минут 10, например. Так, ну что ж, идем дальше. Как что-то интересное будет. Будет следующий сегмент видео. Так, вот мы прошли 20 километров оттуда. А дальше мы пойдем в ту сторону. Нам еще 3 километра до лагеря. Там мы бросим вещи. И, наверное, пойдем гулять. Может быть, пойдем на... Да, на метеостанцию. Настроение хорошее. Все в тонусе. Ты что делаешь? Ледо... Ремонтируешь солидостоп китайский? Ремонтируешь солидостоп китайский солидостоп. Ремонтируй, ремонтируй. Это я для вас, чтобы... Моя задача немного... Забавы какие-то. Чтобы она как-то сместилась сюда-сюда. Твоя задача, мою ногу так сместили. Ну да, и можно оболчаться корпусом всяко-всяко. То есть рукой нельзя помогать толкать всяко-всяко. Это можно на легкости рук делать там всякого. Буквально равновесить даже. Либо как бы иногда применять несилу. Но это самый уже такой вариант. Начните. Давайте. Кто-то из вас самоутвердится сейчас. Опять на помородье? Да. Ну, нет. Ногой его ломай. Ногой, чтобы ты его переставил куда-нибудь. Например, вот так. Аааа! Мостя! Ну, на этих. Чисто на равновесие, да, такое вот. Костя, он долго практиковался. Костя, мне кажется, он всю эту талпу пытался забороть. Поэтому у него на работа, на практике. Не ведись на это. Я вижу, он сейчас всех, кого встречает, нам борет. О, Костян, красава! Молодец! Меж, с тобой? Да, добро. Вот это опыт. Ты первый, кто победил Виталика. Ты еще 20 километров прошел, молодец. Что, что, Рома? У нас Костян первый на деревне теперь. Чемпион! Что там, клещицы идут, это Роман Ильич? Да, они там отстают, наши опоздайки. Наши профессионалы. С кучей оборудования они отстают. Такие вот дела. В принципе, Антаганая такая природа. Густой. Почти что сказочный лес. Какая большая сосна. Среди елок. Они срослись с березой. Там симбиоз трех разных видов. Таким вот узким коридором. Здесь вон ручей. И таким узким коридором мы идем через всю долину. Наверное, почти все самые крайние точки. Которая называется Киолинский кордон, по-моему. Там у вас будет приют. Я, конечно, не знал ток. Может быть, здесь еще и более дальние точки. Поэтому профессиональные туристы, не серчайте. Я вообще такой турист, случайный. Любитель. Природа, воздух. Наслаждаемся. Ну, фото и видео, это разное. И вот мы поднимаем глаза. И видим горы. Горы. Мы с Катей видели там домик. Представили, что у нас там есть дом. У вас с Катей именно? Ну, просто как бы можно по отдельности. Три дома. Мы уже дрожим. Твой дом тоже здесь представили. Ты готов ходить, если он у тебя здесь будет? Не раз в год. Ходить куда? В домик свой. После работы? Каждую субботу. А, ты придется... Ты же можно снегоход купить и все. И все это превратится. Будет трасса для снегоходов. Нет, фотографии-то не кто. Ну, у тебя как бы не фотоаппарат, у тебя телефон. Это надо на что-то более интересное. Интересное фотографировать. Там что-то упало. Это полянка, может какое-нибудь болото. Ну, может быть. Хотя там что-то растет. Может там камни, горная речка. Может быть. Ну, как эти вершины-то называются? Таганайские? Таганайские. В Таганайском парке. Таганайские. Да? Все логично. Открывайте карту, смотрите. Нет, она слишком далеко. Ах, не она в карман. Карта должна быть близко. Карта. У путешественника. Да, мы выяснили, гора называется Ицил. 1068 метров. Исконно славянское название. Ицил. Чуть меньше, чем у Круглица. От тебя звучит вообще как ругательство. Ицил. Ицил. Это же не горка, это гора Ицил. Ицил. Ицилка. Урал. 100 метров была бы горка Ицилка. Как ее теперь складывать? Кто сломал мне карту? У тебя высшее образование. Сложи карту, пожалуйста. Сама. Да. А вон Роман ползет. Угу. Я хочу. Так, не матерись только. Я не матерюсь, я хочу вон туда. Ваше впечатление. Погнали. Здесь замечательный лес. Знаете, как оно называется? Я давно не видел. А мы знаем. Да, елки-дам. Добавить ничем. Правда туда? А туда нет дороги. Как это нет? Я вам вижу дорогу. Я вижу дом, ты дорогу. Кто что? Нам туда идти. Да. Это, походу, будет не полный. Давай дойдем до нашего стола. Наша же с другой стороны. Какая разница? Может быть, налегке? Наша, стой. Да, что это сопли жевать? Пойдем уже. А вот мы пришли в приют Киа-Лимский кордон. Итого 23 километра до нашего лагеря. Да, какие вы герой? Я герой. Не знаю, что с герой такой. Герой труда, что ли? Герой кверху дырой. Я не слышу, что ты там говоришь? Слышь его туристов. Так я думаю, герои ходят больше, чем мы. Ну, пойди, выпиши себе пенсию по этому поводу. Высота 630 метров. Сейчас мы дождемся наших замыкающих, которых здесь вообще не видно. Они где-то в дремучем лесу. А потом пойдем вот туда. Я это сделал! Да ты-то тем более. Ты молодец. Пойдем вот туда. Там станция. В горку. Все, я это сделал! Тебе еще обратно идти. Вот он меня потащить можно. Да эти у нас есть же. Как они? Я выжил. Андрей там тащит за собой. Я в порядке. Конечно, никто не сомневался. Ты актер. Я вернулся. Мы бросили вещи в кордоне, перекусили. И двинулись дальше в горку. Вот так называемую метеостанцию. С которой, как говорят, открывается хороший, красивый вид. Который мы сегодня и должны увидеть. До захода солнца. Сейчас 4 часа. И солнце уже заходит. Тут, в принципе, все та же самая природа. Старый, плотный, сказочный лес. И хвойные, и не хвойные, и лиственные, какие хочешь. Все здесь растет. Ланшафт становится сложным и интересным. Какие-то огромные елки. И вот эти ансамбли, дуэты, елки с березой. Удивительно, почему они так вместе. Парочками растут. Я такого никогда не видел. И даже тут березы кучками растут. Все выше и выше. Какая древняя ель. Я таких не видел. А вот такая же древняя береза. Ничего себе. Во, какая большая сосна. Выше в горы крепче древесина. Волшебные едики. 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 Вообще-то здесь все мертво, в таком холоде. Не знаю, что там прелестово. Оно в анабиозе. Я не могу все испортить. Курлик, курлик. Я не снимаю тебя. Я вырежу тебя. На здоровье. Добро пожаловать в ледяное царство. Эта дорога, кажется, бесконечной. И она только вверх, вверх, вверх. Сейчас мы, наверное, уже 300-325, может быть, 350 метров набрали. Сколько еще идти, неизвестно. Какая тишина. Вон видно горы. Эту тишину можно слушать вечно. Эту тишину можно слушать. Деревья все ниже. Вершина все ближе. Уже почти наверху. Можно сказать, что даже в облаках. И здесь ветер появился впервые. За весь день. А какие-то мужики воду несут в пластике. Кто? Ленин? Давай, давай, беги, беги. Давай, включим уроки Бальбоа. Айф и Тайга. Давай, Ромми. Ромми Бальбоа, давай. Слушай, ты бежишь медленнее, чем батарейка разряжается. Я вижу валентир. Что-то мне там надо. И я бегу. Бегу, 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 бегу. Катя, давай. Молодец, давай, давай. Где ты олимпийский огонь? Двигайся, двигайся, восстанавливайся. Ты бежал. Воды. Там где-то внизу родник. Сейчас ты зашел. Да, не видно видов никаких из-за облаков. Вот так эта гора тоже. Везде гора. Тут что, на великах катаются что ли? Или это мотоциклы? Еще и телеги. Это да. А вот гора-то, вот вершина-то. Высота 1112 метров. Здесь какой-то бронетранспортер стоит. Кого-то бронетранспортировать. А там туалет прячется. Кого-то бронетранспорта. И здесь уже ветер. Я не снимаю тебя. Я не снимаю тебя. Мы возвращаемся вниз. Я не снимаю ее. Она чая-чая отпилась. Котов обгладилась. Привет! Не толкай меня. Кто? И не матерись в камеру. Все, спускаемся вниз. Набрали 545 метров высоты за 5 километров. И почти полтора часа поднимались. Было непросто. Учитывая 23 километра еще перед этим. Солнце зашло. Все, облака. Холодно. Почти бежим с горы уже. Видов особых не увидели из-за тумана и облаков. Нет, есть виды. Я тебе говорю поправь. Спасибо. 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 Что ж, я почти спустился. Вот уже и луна. Солнца уже нет, мы не видим его. За дремучим лесом. Лес снова стал частый. Высокий. И нету больше иния на ветвях. Фух. Это был тяжелый подъем. Лично для меня я это признаю. Сегодня, таким образом, мы прошли 25 километров до подножья горы. К нашему кордону, где сейчас лежат наши вещи. И еще пять наверх километров, пять вниз. То есть это уже еще плюс 10. Итого получается 35 километров за день мы находили зимой в этом походе. 25 километров из них мы шли с рюкзаками, с грузом. В гору мы, к счастью, пошли без груза, иначе это было бы еще тяжелее. Спуск с горы не сильно лучше подъема, потому что наверх ты плетешься уставший. Вниз тебе приходится тормозить, чтобы не катиться вперед. Приходится бежать, чтобы как-то это затормозить движение. В общем, насыщенный день на физическую нагрузку. И все это мы, точнее я, делаю без углеводов. То есть у меня, скорее всего, пустые запасы гликогена. Либо они успевают восполняться глюконеогенезом. То есть глюкоза моё тело создает сейчас из аминокислот, но большей части из жиров, которые я сегодня ел. А это был и конский жир, и говяжий жир, и сало, и яичный желток. Так что вот таким вот образом я, если честно, долго сомневался, вывезу ли я. Нет, этот поход. Изначально я думал, что будет 25 километров, а сегодня мы сделали 35 километров в итоге. И в итоге я наравне со всеми и иду, и все нормально. Вот, в очередной раз показываю, да, что... О, источник. Показываю для себя, что без углеводов, в принципе, тело нормально функционирует. Так, можно ли тут безопасно наступить и зачерпнуть воды и попить? Полная антисанитария. А в этом что-то есть особенное. Воду пить из ручья. Ну уж точно не из-под крана стоит ее пить, наверное, да? Ладно, я уже почти на подходе к лагерю. Завтра нам обратный путь, 25 километров. Посмотрим, как он пройдет. Может быть, завтра что-то приключится. Посмотрим, как оно будет дальше. Всем привет! Доктор Ник на связи. 8 января, второй день. Сегодня мы возвращаемся обратно в город из нашего похода. Это наш кордон. Тут мы жили. Там прорубь. Вчера была баня и прорубь. Пособираемся, идем. 23-25 километров. Наши велики больше попадают. Пару культурных слов. 4 дурака. Хороший поход. Мне понравился. Правда травмировал, маленько стал, но ничего. Только позитив. Хорошо. Константин, что вы скажете? Все отлично. Ем снег. Особенно прорубь понравился. Прорубь, да. Снег. А вы что скажете? Екатерина. Точно. Так, вы не хотите говорить, значит, с камерой? Ладно. На этом интервью закончено. Мы прошли 4 километра, нам еще... Сколько? 15. 14. Все. Нет, нам больше. Катя пришла такая, рюкзак пустой, пустой. Так, у нас был привал на 7 километрах. Все пьяные и счастливые. Кроме меня. Да. Есть таблетки. Есть таблетки. Сейчас, находясь под влиянием интоксикации Грога и Пуэра, мы должны пройти 13 километров с горки. И нам это определенно удастся. Роман, тут что, связь есть? Нет. Включаю. А, включай тренировку. Мы начинаем тратить калории. Калории, 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 калории. Не падай, Костян, не падай. Весь наш путь выглядит как коридор в лесу. Я как будто иду по комнате, у которой бесконечные фотообои из леса. Это красиво. Никто не спорит. Только из-за ургентности красота не наблюдается. Но там коридор в лесу и есть, если правая сторона не страдала. Вот. Вот, это все фотообои, это все не лес. Вот прям коридок. Не, мне надо обогнать Кузненчика, Константина Кузненчикова. Все, я на своей интоксикации, я пройду вперед. Что в камеру? Камера спереди. Вот. Красота. Как называется эта географическая зона? Блин, я имею ввиду тундра, не тундра? Что это? Нет, это не тундра. Сказочный, волшебный лес. Я такого не проходил на географии. Рябина. Кто там орет? Дед Мороз за нами. Вас задергают за нос. Идет с пульсом 160. Пульс 160, это близко к этому, к лактоцидозу. Готовьте эту кардиобригаду. Это все... А какой ты пульс хотел на гречке с этой? Гречка со сгухой. Это только 180 пульс. Это... И не роняй угол рта. держи рот симметричным чем такой я допинг коньяк такое нельзя подписчикам слушать у нас должный канал нет я не могу вырезать у меня честный канал сказал человек который объелся гречки и звуки самый главный корни ворчик где ну да в моем энергетике был был пуэр был лимон и этот коньяк коньяк ней а в его допинге там вообще там вообще чего только не было кислород оксигенотерапия у тебя вот и кузнечик потому все эти ноги полетели ты себе что связки сделал новые сам дома домашний набор для чего сам пластики пластики коллатеральных связок до в распечате продается как эти раньше раньше журналы продавались всякие ридерс дайджест собери 100 журналов там по косточке и ты соберешь скелет мне такие бабушка покупал вот рисаловка такая денег так обзор все живы здоровы ну я смотрю у нас там замыкайка замыкайка как поживает вот так мы во франции песню про песню про монблан рома ты же не пил мятые мелисы чтобы ты с ровного снизился были а что у него непреодолимая тяга к размножению в лесу это инстинкт доминантности примата но я не знаю в этом лесу приматы не живут все кузнечик обогнал меня мы виды насмотрелись прервем наш репортаж а то не интересно будет смотреть на рюкзаки тишина пока вот он не начал орать будет тишина те чем тяжелее тем тебе легче да можно расслабить мышцы шеи чем костяну тяжелее тем ему легче короче то я просто бегусь с костяну общаюсь а пролетели сколько мы 34 ну посмотри на него как кузичек скачет его никак не догонишь у него какое-то биомеханическое преимущество он же травматолог он себе поставил что-то в суставы гиалуроновую кислоту поставил да и верт пружинит обращайтесь к константину кочневу это челябинск не постыжусь сказать то что это в его это прекрасный специалист он много моих подопечных отрезала на колени постановые так что идите константин кочнев челябинск обращайтесь пользуйтесь а сзади у нас неврология плетется если у вас инсульт если у вас инсульт инфаркт то он скорее всего уже все равно но за вас могут обратиться родственники да промокодов кое кочнев л это не по инсульту это по артероскопии а у вас какой промокод не будет не будет промокод не будет не будет минус 10 процентов вот так вот как о кб 74 областная клиническая больница что взял зал так весь город знает где ты работаешь все все инфарктники инсультики за они не сказать на не могут правда что знают но знаю ладно привел наш репортаж а то как-то цинично негатив путешествие продолжается сколько мы прошли то уже сколько прошли 12 половиной нормально с горки уже катимся чё снег согласен после после земляного чая то со спиртом обратите внимание на лес говорят он сказочный о травматология копчик справляем секунд не прошла правило 15 секунд если бы не было рюкзака то что ну потащила бы тебя екатерина чтобы падать удобнее и чтоб до колен был рюкзак да и стул сзади пусть едет на лыжах чтоб ты падал и садился сразу вот таким образом видео снимается для тех кто не гуляет так что мой призыв выбираться убираться из душной квартиры двигаться на природу и впитывать впитывать в себя атмосферу диких мест это здоровье долголетие и так далее и лес все такой же красивый еличавый огромные сосны аккуратные ели старые березы но остальные деревья просто не знаю белый ключ ну это самое лучшее место из тех что я был в затаусть нет нет она там в горе спилась на без нас не начать мы придем к машине и рома скажет столовая столовая и вернется где выключить да все так и будет потому как роман романы чувств отстал у него наступает гипогликемия а что он в снегу какую глюкозу он там более новым так себя обезвожит еще больше то справится он сильно он гулял мы не потеряли его мы сами виноваты поняли спасателей не умеете ли врачи идут вперед а рома остается слева от нас великая каменная река засыпанная снегом если верить легенде одна из самых больших каменных рек в мире сейчас мы подойдем поближе и видим ее в вот такая огромная каменная река новый год ветра нет два дня уже а там облака и туман а там ничего не видно аж жутко положительных смысле жутко что такая тишина бывает как фильмах ужасов камера на тебя наезжает что надо давай от репетируем вот как как с собой рейтинги набирать мы уволим тебя с канала да у нас все функциональные давай ты упоешь он тебя поднимет канал то твой кому рейтинге так я режиссер я говорю что делать а вы делаете роман походу он что-то съел по дороге съел по дороге допинг мы пришли оттуда нам идти туда еще 37 37 написано на указатель так ты иди никто не против замыкайка спасает нас но так бы мы уже давно тут пали и медведи бы нас поели нет это я подвернул ногу подвернул ногу ради зрелищности ради просмотра тут и так все красиво уже ничего не надел нет в лесу кружки нет не трави не трави природу фляжкой я не знаю я не знаю наслаждайся все устал наслаждаться какая красота подержи я попробую купить оттуда водится так вы видите никиту теперь будет козленочек митрополит димитрий патриарх дмитрий смирнов на штуку или кто он епископ который троллит троллит сервич очень вкусно ну так после митрополита мы летом здесь шли вода ледяная ну очень жарко было мы просто ложились так кайфовали а тут что там под этим там лед тут тут доски постелены а ну славянский мост доски постели как мы делали на иремеле починили гору пока ходили бесконечная гора ты чё пойдем иди медленнее но иди давай просто иди медленнее но иди остановишься посреди горы точно не поднимешься но пути туда это было незаметно все равно это не метеостанция вот сейчас еще чуть-чуть и еще чуть-чуть и еще чуть-чуть открылась чувствуешь иди-иди не тормози не тормози здорово идем-идем осталось немного я пока что рассказал вам что-нибудь интересненькое но поберегу дыхание вот и все почти километр подъема был последнее испытание осталось около полутора километров до стоянки вот и осталась самая легкая часть пути начинается спуск с горки на которую мы поднялись это уже просто детская игра невозможно передать чистоту и качество воздуха дорогим друзьям смотрящим это видео это это национальный парк таганай на всякий случай напоминаю заповедная зона и все в таком роде ура через десять минут говорят мы будем на месте не переживая не переживай костяна она катится катится она вон она катится катится катя от слова катится смешанный лес забавно растут эти вот ели ансамблях по два по три все что вчера мы заметили красота вот мы и подходим к завершению нашего похода а ты чего не бежишь блин стыдно стыдно и так позади почти 60 километров 3 pursuit это замечательный результат давай давай финиш финиш давай пробить ура так вот мы и дошли до стоянки наш поход на этом заканчивается почти 60 километров за 2 дня Я побил свой предыдущий рекорд 15 километров за день Давай, да, беги, беги И все это я сделал без участия углеводов На жирах и белках Рома, ты голоден? Айф и тайга, давай, пляши, пляши У тебя, по-моему, интоксикация Я это сделаю! Да! Вот так вот Сила Сила жиров И кетонов Поэтому, ребята Походы без углеводов важны Не то, чтобы важны, а невозможны И сегодня я даже Не завтракал А уже часа два А сколько времени? Сколько времени? Сколько времени? Сколько времени? Сейчас время Приюта мы идем Где-то два Все, он не слышит А это, по-общему, я че скажу А сколько времени на часах? 16-16 А-а-а Четыре Четыре Я думал, вы сдохли там Ну, а мы не думали, что он загонит 3.50? За что это? Всего-то? Сегодня мы превзошли себя за вчера Это все сила кетоза Можно круче чай попить Там есть А переодеться можно?